Привет, друзья! Так как я очень много путешествую, меня часто спрашивают, что именно нужно брать с собой в поездку в Юго-Восточную Азию или другие теплые страны. И чтобы не повторяться много-много раз, я решила снять это видео, что обычно беру я с собой. Речь в основном пойдет об одежде, хотя, конечно, хотелось бы отдельно пару слов сказать о солнцезащитных средствах. Конечно же, солнце в юго-восточных странах и в Азии или других южных странах Африки и Южной Америки достаточно сильное, и поэтому нам, северным людям, конечно же, нужно защищать свою светлую кожу. Рекомендую использовать многочисленные виды и марки солнцезащитных средств, различные лосьоны, крема. Но, честно говоря, хотя я все время вожу с собой солнцезащитные кремы, я практически никогда ими не пользуюсь, потому что, когда жарко, очень неприятное ощущение на коже от любого вот этого вот средства. Оно течет, кожа потеет и, да, лично мне некомфортно. Что же я делаю? Во-первых, я использую большую такую широкополую шляпу, которая защищает все мое лицо и, конечно же, очки просто для защиты глаз. И вторая вещь, которую я использую и которую я рекомендую вам всегда возить с собой во все жаркие страны солнечные, это рубашка с длинным рукам головы. Вот, например, такая рубашка, которая защищает вас от солнца, при этом она не доставляет каких-то удобств, хлопот и, в целом, очень комфортная вещь. Конечно, важно, чтобы вся одежда, которую вы берете с собой в жаркие страны, была из натуральных калий, например, из хлопка. От этого вы будете чувствовать себя более комфортно. Любая синтетика, она быстро намокает, воду она не впитывает и постоянно неприятные ощущения на коже, которые нам не нужны. Кроме одежды, которая нас будет защищать, нужно с собой взять и повседневную одежду, например, майки и шорты, футболки и шорты. Вот это вот самая-самая нужная, самая используемая одежда. Обычно, когда-то давно, когда я начинала путешествовать, я набирала с собой кучу всего, кучу, огромный чемодан. И, в результате, практически чем-то ничем не пользовалась. То есть, пара шорт, несколько футболок вполне достаточны для жаркого дня. Еще также я рекомендую вам брать с собой бандану. Бандана – это вообще супер вещь, которая поможет вам и защититься от, например, если будет немножко прохладно, можно защитить горло свое, можно защитить себя от пыли, которая часто встречается в таких странах. Также можно защитить от пыли и свои волосы таким способом. Либо очень удобно в таком виде плавать и защищать свои волосы от соли, от морской воды. Плюс волосы не болтаются в разные стороны, очень удобно и поплавать, и потом легче всего их расчесывать. То есть, бандана – это суперская вещь. Если вы берете на прокат байк, тоже рекомендуется под шлем одевать банданом. Гораздо комфортнее шлем становится в носке. То есть, бандана – супер вещь. Ну, ее наматывают на руку, ей можно ее использовать как резинку для волос. В общем, использований бандан очень много. Также я с собой часто беру, а практически всегда, длинную юбку. Потому что культурные особенности разных стран бывают различными. Иногда с голыми ногами ходить не рекомендуется. Поэтому длинная юбка, опять-таки, из хлопка, она очень-очень полезна и часто используется. Также я беру с собой длинные, опять-таки, хлопковые штаны, купленные мной давно-давно в Фриланде. Они помогут вам защититься не только от солнца палящего, но также и от насекомых. Например, вечером обостряются нападения комаров. Поэтому такие вот широкие штаны очень-очень полезны. Кстати, как я уже сказала, одежда должна быть из натуральных тканей. Лучше всего, наверное, использовать и проще всего хлопчатобумажные вещи. И одежда должна быть достаточно свободной, чтобы тело дышало, чтобы плотная одежда не скопала дыхание. Также очень пригождается такая вещь, как форео. Ее можно носить и как юбку, и как платье, и на нем, в общем-то, лежать на пляже. Но самое главное предпосла напоследок, потому что самая лучшая одежка, которая всегда мне пригождается в южно-азиатских странах, это саронг или лонжи. Так как я купила свой лонжи в Мьянме, а в Мьянме это национальная одежда. В Мьянме называется лонжи, поэтому так я и буду называть лонжи. Также это хлопчатобумажная одежда, которая представляется бы просто сшитый кусок ткани. Да, ничего сложного. Вот так вот он выглядит внутри и снаружи. В Мьянме лонжи носят и мужчины, и женщины, то есть повсеместно. Все носят лонжи. И сейчас объясню почему. То есть, легко одевается. Кстати, для женщин лонжи можно носить и как юбку, и как платье. То есть, вот таким образом заматывается, одевается. Три секунды, все, юбка готова. Конечно, можно как-то красивее оформить. Юбка готова. Очень-очень комфортная и легкая в носке. Также можно носить лонжи как платье, соответственно, вот таким образом. И часто дома я ношу лонжи сразу после души. Даже не обязательно вытираться. И очень-очень-очень удобно. Все проветривается. Очень комфортно. А в Мьянме лонжи это, наверное, у некоторых личных у меня основная одежда. Единственная. Я видела, что они в лонжи и купаются, и ходят на свадьбы, и ходят в магазины. В общем, это очень классная вещь. Когда я приехала на Шри-Ланку и одела лонжи в первый раз, люди на меня посмотрели и такие, о, круто, круто, ты примерно понимаешь, как нужно носить одежду. Потому что и здесь, на Шри-Ланке, и в Таиланде, и во многих юго-восточных странах лонжи используются повсеместно. И мужчины носят, и женщины носят. Называются лонжи здесь по-другому. Можно быть, аронги или еще как-то. Но факт остается фактом. Одежка очень комфортная, очень удобная. Поэтому, если у вас еще нет лонжи, то обязательно приобретайте, потому что в юго-восточных странах, это, пожалуй, вот эта одежда самая-самая-самая удобная и простая в носке. Если у вас остались вопросы, задавайте мне. И я очень рада, что вы посмотрели это видео до конца. Хорошего вам дня. Пока-пока.